Приемный сортировочно-распределительный центр на базе офтальмологической больницы имени Одежкина уже готов. Определены списки сотрудников, которые там будут работать, графики и дежурств. Больные, которые сейчас находятся в этом центре, будут переведены в другие лечебные учреждения в ближайшее время. В понедельник, как мы уже говорили, подписывается контракт с ООО «Биотек». Поставки лекарств в республику начнутся уже во вторник. Принято решение об увеличении специалистов скорой помощи в городе Черногорске. Туда отправятся завтра уже 4 медика, а послезавтра добавятся еще 4. Определена роль военного мобильно-полевого госпиталя. Сюда будут отправляться больные с ковидных отделений при условии положительной динамики их состояния. Разработан график посуточных распределений тестов по медучреждениям республики. Принято решение развернуть ковид-центр и центр телемедицины, где будут врачи принимать посредством интернета звонки от заболевших, которые сейчас учатся, которые сейчас лечатся на амбулаторно дома. Там будет 6 человек работать. Скорая помощь в Абакане была у нас особой болевой точкой. С 14 бригад мы уже увеличили количество бригад до 16. Из них 3 ковидные, раньше были, сейчас 7 ковидных бригад. При этом такое достижение необслуженных вызовов в сутки сейчас всего 0. Раньше было 54. Создан проект соглашения с аптеками о неувеличении цен на лекарства первой необходимости. Новый информационно-аналитический колл-центр расположится в здании МФЦ. Завтра будут заслушаны главы муниципальных образований. От них будут ждать информацию о организации тестов, в том числе в отдаленных территориях, о сроках ожидания результатов тестов, о том, насколько достаточен коечный фонд, как вообще организован прием больных в районах и муниципальных образований и насколько районы у нас обеспечены оборудованием, в том числе и ВЭЛами. Редактор субтитров А.Семкин